Приветствую вас на своём канале. Сегодня я для вас приготовила тему об образовании в Чехии. Об образовании для старшеклассников. Почему именно такая тема? Потому что, во-первых, на моём канале большой процент моих зрителей, это зрительницы одной возрастной со мной категории, у которых взрослые дети. И, возможно, это притянуло их как раз потому, что и у меня тоже был взрослый ребёнок, даже тогда, когда мы уже приехали сюда. Естественно, он возрослел ещё. И именно такой опыт у меня есть. Во-вторых, информации именно про старшеклассников в школах Чехии, даже на ютубе и вообще на сайтах, очень просто мизерно мало. В-третьих, очень много людей, которые хотят переехать сюда, в Чехию, или, возможно, уже приехали на заработки, желают тут остаться. Но их держат так же, как и меня. Оказывается, это не только моя проблема, это проблема многих и многих родителей. Именно взрослые дети. Потому что, когда ребёнок маленький, вы его сюда привозите до школьного возраста или младшего школьного возраста, проблем практически не возникает. Ребёнок просто вливается в эту жизнь, в этот язык и просто впитывает в себя, как губка всю эту информацию, язык и так далее. Он адаптируется просто на ура. Дети, которые сюда приехали перед школой, пошли сюда с первого класса к третьему классу, они уже вообще просто как чехи. Они уже начинают на русском разговаривать с акцентом, с каким-то. Дети, которые постарше, тоже достаточно хорошо вливаются, адаптируются. Если вам нравится больше это слово. Я знаю детей, которые приехали сюда и в 13 лет, и в 14 лет, и в 9 лет. Это дети разные, у которых разный уровень коммуникации. Не такие открытые, не такие закрытые и так далее, и так далее. Но все они благополучно адаптировались. Все они благополучно разговаривают на чешском языке уже через несколько месяцев. И очень часто эти дети в своем стремлении, не в стремлении, а в прилежании и учебе, они превосходят даже коренных жителей. Потому что из-за незнания языка у них потребность в обучении гораздо выше возникает. Они учатся гораздо прилежнее, чем те, кто здесь родился и вырос. Так что, если с младшими детьми более-менее все понятно, там возникали вопросы по поводу питания, по поводу того, что нужно в школу, по поводу какой-то сменной обуви даже возникали вопросы. Сменная обувь в школах присутствует. У детей шкафчики, у каждого свой. Как правило, дети в школе переобуваются в сменную обувь. Причем, как мне рассказывал сын, у них в школе ходят даже в таких мягких, огромных тапочек с ушами заячьими. Потому что нет никакой формы, никакого дресс-кода, чтобы ребенок приходил в школу строго в галстуке и белой рубашке, как бывает часто это у нас в наших школах. Ребенок сюда приходит в школу и он в школе должен чувствовать себя комфортно. Поэтому многие ходят в таких тапках, почему бы и нет. И ходят в школу всегда все, в чем они хотят. По поводу питания. Есть фирмы, обслуживающие предприятия и детские предприятия, то бишь школы, детские сады и рабочие предприятия. То есть нет столовой, допустим, отдельно на заводе, отдельно в школе, которая бы варила там 15 блюд и так далее. У каждой такой фирмы есть свой сайт и у вас есть чип, которому прикреплен чип на ваше имя или у вашего ребенка будет такой же чип, который будет на его имя. И на этом сайте, на сайте этой фирмы у вас будет своя страничка, соответственно, где будет у вас. Вам выдадут с чипом вместе пароль, логин и так далее. То есть вы садитесь вместе с ребенком у компьютера, на этот сайт смотрите, выбираете вместе еду, которую он будет хотеть, и вот эту еду он и получит. Он приходит в столовую, чипом своим отметился, посмотрели номер, выдали номер как бы стола, как в больницах, да, первый, второй, третий стол. Выдали ему его блюдо, он сел, съел, ушел. Перед этим вы за это все заплатите на месяц, на две недели, не знаю, на сколько, вперед, с карты. В общем, таким образом происходит питание ребенка в школе. Плюс ко всему, во всех школах есть автоматы, в которых продаются, ну, если это на предприятии, то там немножко другой, опять же, ассортимент всякой еды в автоматах и питья. Если это в школах, то там есть и йогурты, и молочные продукты, какие-то там булочки, может быть, какие-то кашки в стаканчиках, я не знаю точно, но какая-то отличительная черта в автоматах школьных все-таки есть от взрослых. Это что касается питания. По поводу кружков. Кружки в школе есть, я не знаю, насколько они платные или бесплатные, но если даже платные, то это какая-то смешная сумма за год, и ребенок сможет посещать кружки в школе. Есть школы, где собирают на какие-то всякие мелкие реквизиты для детей, но опять же, это все будет стоить копейки. Коррупции в школах я не слышала, где есть, не слышала, не слышала, еще раз не слышала. В Чехии, если кто-то будет рассказывать что-то, то это исключение из правил, а не правила. Как правило, коррупции в школах нет, и никакого сбора денег ни за что у вас не будет. Во многих школах в начальных классах есть плавание. Дети ходят на бассейн. Насколько я знаю, это бесплатно. Возможно, опять же, какие-то копейки это будет стоить. Все это стоит очень и очень недорого, если ребенок вот ходит через школу. Вы можете отдельно после школы сдавать ребенка на кружки, и тогда уже вот это будут другие деньги. Все, что в рамках школы, это будет нормально, недорого. Вот, то, что касается младшеклассников, понятно. Дети учатся в средней школе после девятого класса. До средней школы это называется закладней школа, до закладней это матерская школа, это который детский сад. В 6 лет они идут в первый раз в школу. Перед этим каждый ребенок проходит психолога. Психолог определяет, готов ребенок идти в школу или не готов. У моих знакомых, которых в этом году должны были пойти дети в школу, девочка у знакомой прошла, а у знакомого сын не прошел. Ему сказали, еще рано ребенку в школу, еще год в садик. 5 лет это первая стадия, 9 лет это вторая стадия. По окончанию девятого класса никакие экзамены не сдают. Сдают экзамены по поступлению в среднюю школу после девятого класса, но это происходит во время девятого класса. И вот сейчас мы на этом остановимся подробнее. Если у вас ребенок в седьмом, восьмом, даже может быть в девятом классе, я знаю случаи, я прочитала об этом от людей конкретных в соцсетях, которые писали про своих детей, что мы приехали сюда в девятый класс, при этом ребенок учился в девятом классе, сейчас об этом расскажу отдельно, и на середине девятого класса, то есть проучившись полгода, ребенок уже сдал экзамены в какие-то две средних школы. Сдал успешно, его взяли в обеих, теперь он может выбрать. Значит, что касается оставания на второй год. Ребенок поступит в тот же класс, в котором он учился на родине, он повторит, я не говорю остаться на второй год, он повторит второй раз этот год, причем система образования чешская легче, чем там у вас на родине у всех, кто приезжает, я знаю однозначно, и ребенок повторяя, он вообще вернется как бы чуть назад, и для него это будет очень легко, и таким образом это очень хорошо, потому что ребенок поднимает свою самооценку, он в своих глазах просто растет, я тут иностранец, чужак, только что приехал, «Господи, ничего не понимаю, и я уже получил хорошую оценку по математике» или там почему-то еще. Представляете, как это поднимет, возвысит его в своих глазах и даст ему уверенность и мотивацию идти дальше. У нас есть личный опыт моего сына, который получал всегда чуть ли не недовлетворительные оценки по математике. Ну, я скажу так, это была психологическая настройка учителя, вот и все, который сразу поставил клише на ребенка с самого начала, и от этого смыть себе это клише просто было невозможно. Приехав сюда, он просто получает единицы по математике, которые он начал получать, внимание, через неделю после того, как он приехал в Чехию. Первую свою единицу он получил через неделю после того, как он пошел в школу. Ребенок, который был ноль в чешском языке. Для меня это было шоком просто. По поводу старшеклассников 7-8-9 классов, понятно, не бойтесь сдавать детей, вот в этом возрасте еще до 9 класса все будет хорошо. Если у вас будет неуверенность, допустим, что ребенок не сдаст экзамены вступительные в среднюю школу, допустим, вы можете дополнительно нанять репетитора по чешскому языку, например. Вам будет достаточно только одного чешского языка, во всех остальных предметах все равно он дотянет до конца месяца. Это единственное, пожалуй, но стоит сначала посмотреть, как ребенок будет справляться. Значит, я читала, что есть какое-то постановление, законы, или я не знаю, как это называется, что к иностранцам приставляют тьютера, учителя, личного как бы такого дополнительного, я не знаю, сопровождающего учителя, который сидит рядом с ним на уроках и помогает ему адаптироваться. На практике я никогда не слышала ни от одного родителя, что у его ребенка был тьютер. Не слышала. Я знаю, что такое существует, как бы, да, но что такое есть на практике, я не слышала. Плюс ко всему, например, я живу недалеко от города Брно, и недавно я узнала, что в центре Брно есть школа для иностранцев. И все иностранцы, приезжающие в первый год, приезжают, значит, учатся в той школе. Это теория, опять же, да, на практике. Очень многие родители в том же Брно сдали детей все-таки в свою районную школу. Девятилетнее образование в Чехии обязательно. Поэтому не бойтесь, что вашего ребенка не возьмут. Если вы не уверены, что вашего ребенка не возьмут в вашу школу, где вы живете, рядом, по соседству, идите в министерство отдела образования вашего района, вашего города, и просите там направление в школу какую-то, где вы живете, то есть по месту жительства. Если не получится в школе, то есть сначала вы должны пойти в школу. Если не получается в одной-двух школах, вам отказывают на каких-то основаниях, вы идете в министерство образования, просите там направление, добивайтесь своего. Не знаете язык, найдите кого-то, кто знает, и кто бы вам перевел, кто бы пошел с вами. Такие люди всегда находятся, поверьте мне, всегда. Я очень часто вижу в соцсетях, я очень много сижу в соцсетях, именно вот на всяких форумах и так далее, в группах, и очень часто вижу, как люди просят помощи для похода к врачу, туда-сюда, и находятся люди, которые с ними идут и помогают. В середине девятого класса где-то, если ребенок у вас уже учится в школе, здесь в Чехии, вы приехали в 7, 8, 9 класс, у администрации школы есть список средних школ, куда можно подать заявление. И со сроками, естественно, когда это можно сделать. У каждой школы свои сроки. В начале учебного года, где-то в октябре-ноябре, проходят дни открытых дверей. В середине учебного года, после нового года уже, во второй половине, проходит прием заявлений в эти школы, и уже где-то весной, там, март-апрель, проходят экзамены вступительные в эти школы. Вы можете выбрать себе две школы, и подать туда заявление, и сдать экзамены там и там, по очереди. Потом, если в одной школе вас не возьмут, значит, возьмут в другой. Я не знаю, если можно больше, чем в две, но в две можно точно. И, соответственно, значит, обучаться уже в той школе, в которую вас приняли. Если примут в обе, естественно, у вас есть право выбора. Ну, понятно, если вы приехали раньше и успели закончить тут девятый класс, то, значит, вы поступите уже в среднюю школу в течение вот этого девятого класса. Если же вы приехали после десятого класса, то вы, получается, как раз этот десятый класс будете повторять. Это начало средней школы. И вы приехали, допустим, вот мы приехали летом. Куда нам деваться? Есть сайт, называется средниешколы.cz. Я оставляю ссылку под видео. Как всегда, все ссылки будут под видео. Куда вы можете зайти? Итак, мы с вами сейчас находимся на сайте, который называется среднейшколы.cz. Здесь вы можете выбрать среднюю школу для вашего ребенка, если вы приехали после десятого класса. То есть, если вам придется все-таки повторять десятый класс, а вам придется, как раз на этом сайте вы можете подобрать школу, которая находится недалеко от того места, где вы живете. Если вам все равно, вы ищете где-то в большом городе, то, в принципе, на здоровье. Многие средние школы предоставляют детям возможность проживания. Вот так выглядит сайт. Если вы хотите, можете почитать какую-то информацию, хотя здесь, в принципе, все на чешском языке. Я думаю, что если вы только приехали недавно, то, в принципе, чешский язык еще для вас немножко сложно читать. И вы можете, в принципе, даже перевести страничку на русский язык, нажав правой кнопкой на страничку. Думаю, что это все знают, надеюсь. Итак, вы можете выбрать себе школу либо по для региону, это по месту жительства, либо по специальности, которую вы хотите получить. В принципе, можно и так. Давайте посмотрим. Вам выдают все равно все области, которые есть. И здесь внизу список всех специальностей, которые предоставляют школы. Давайте посмотрим. Кухар-чишник. Это повар-официант. Информационные технологии. Стройный механик. Это на заводах, например, кто чинит машины. Как это называется по-русски, я все-таки не знаю. Готел-медстви. Это гостиничный бизнес. Комбинированный еще с чем-то есть. Гастрономия. Это что-то связанное с гастрономией, соответственно. Подникание. Это бизнес. Цукра-арш. Это кондитер. Полиграфитский промысл. Это что-то связанное с типографиями. Здесь вы можете себе выбрать специальность, которую хотите. Смотрите, больше, чем 10 страниц. Тут достаточно специальностей, чтобы найти свою, которую вы хотите. Если у вас еще нет выбора такого большого, я вам скажу, что в вашем случае, если ребенок приехал без знания чешского языка, вообще поэтому смотреть, наверное, не стоит. Но это, если хотите, вы можете посмотреть, почему нет. То мы выбираем здесь средние школы в вашем регионе. Берем, например, Либерецкий край. Вдруг вы живете в Либерце или в каком-то городе Либерецкого края. Здесь есть 4 города, которые являются райцентрами. И вот, нажав на чешскую липу, например, мы выбираем список школ, вернее, видим список школ, которые есть в этом районе. Это не значит, что все они в Либерце находятся прямо, вернее, даже в этой чешской липе. Здесь есть Новый Бор. Ну, в основном, в основном все, вот еще какой Мимонь, в основном все находятся в чешской липе, например, да. То есть, поблизости вы можете выбрать вот таким образом школу. Теперь смотрим, смотрите, есть средний отбор на школу, я не знаю, сказала я уже это или нет, но есть промысловая школа, средний промысловая школа. Промысловка – это ПТУ. Там учат, как правило, таким рабочим специальностям. Средний отбор на школу – это уже как техникум или колледж. Там и там выдают, можно сдать экзамен в выпускной матуриту. То есть, это как ЕГЭ в России, в Украине я, к сожалению, несколько раз читала, но так и не запомнила. Тоже есть какой-то выпускной экзамен, тоже он как-то называется тремя буквами. В принципе, тремя буквами называются экзамены везде. И у нас в Молдавии это БАК. В конце школы, да, дети сдают выпускные экзамены. Давайте нажмем на промысловку и посмотрим, что там есть. Информачные технологии, строительстве, электротехника. Ну, такие вот специальности, да, здесь можно получить за 4 года. Сколько стоит, не пишут. Но потому что это и школа, насколько я поняла, не частная. То есть, мы с вами смотрим, школа какого типа здесь есть, средняя школа, есть гимназиум. Но гимназиум, сразу вам скажу, ребенок не поступит в гимназиум, потому что, как правило, там будут требовать сразу чешский язык. И для того, чтобы не очень-то требовали чешский язык, выбирайте еще школу частную. Смотрите, внизу написано, вежейна школа, это общественная школа, то есть государственная. Соукрома школа, это значит частная. Так вот, мы смотрим соукромки. Так, открываем новые вкладки и смотрим. Эурошкола, чешская липос, средняя отборная школа. Это колледж частный. Здесь вы можете посмотреть выгоды школы. Это пряники, которые есть в этой школе. Адаптачные курсы. Это очень хорошо для тех, кто уже в Чехии отучился 9 лет, 9 класс, кто закончил. Вы можете, помимо учебы, поступить на подготовительные курсы в этой школе и подготовиться к вступительным экзаменам. Почему бы и нет. Также здесь еще много всяких разных плюшек. Все это можно прочитать. Как правило, частные школы выдают такие списки всяких разных возможностей, что есть в этой школе, гораздо больше, чем в государственных школах. В языке, которые здесь учат, евро-школа чешская липа, что это за школа, описание. Пшимачки на начисто. Что такое на начисто? Очень хорошая опция, опять же, для тех, кто уже учится в Чехии в 9 классе. Это прийти, вот 19-го, 2-го, допустим, пишут, и 18-го, 3-го есть чьи мачки на начисто. Вы можете прийти в школу у ребенка, да, и он сядет за парту, получит себе задание и пробный экзамен, как это сдают на самом деле, он сдаст. Получат за это баллы и будет смотреть, сколько у него баллов по тому или иному предмету и видит свои возможности. Очень хорошая опция, но, опять же, она хороша для тех, кто уже учится в Чехии в 9 классе. И если ребенок сдал экзамены на 100 баллов, то есть на отлично, то он проходит по конкурсу, то есть вне конкурса, да, он проходит уже начисто, он не будет сдавать экзамены. Отличная просто опция, мне кажется. И также здесь вы можете посмотреть, что представляет собой школа, чем она оснащена, чем тут питаются и как живут. Я же говорила, что школы, как правило, фактически все, это уже как бы училище получается, да, поэтому они предоставляют своим студентам жилье. Так, даже пишут, сколько девушек и парней в этой школе, что очень интересно. Вот здесь эта школа частная, поэтому сразу указана годичная цена. Посмотрите, некоторые школы пишут цену за месяц. Соответственно, возможно, там можно ежемесячно платить. Вот я видела одну школу, там было написано 1700 крон в месяц. Почему бы и нет? В нашей школе нужно платить два раза в год по договору, по договору. Но, тем не менее, мы все равно платим частями. И, как я видела, по e-mail, который посылал учитель родителям в конце года, две трети родителей платят так же, как и мы. По частям. А не два раза в год. Специальности, которым здесь учат, сколько лет ребенок учится. Ну, вот так. То есть, таким способом вы можете посмотреть все школы. Значит, мы выбираем, еще раз давайте вернемся на сайт, вкладка школы, выбираем школу по вашему краю. В вашем крае вы набираете районный центр, в котором вы живете. Все это вы, наверное, уже знаете, раз вы переехали, я надеюсь. И таким образом вы можете увидеть школы, из которых вы выбираете себе, хотите частную школу, хотите общественную школу. Сокрома или Вежейна школа. Кстати, еще одна такая спец на его ческий край. Я не знаю столицу его ческого края. Но давайте вот перейдем на его муравский край. И здесь мы как раз это увидим. Смотрите, здесь есть Бланску, это райцентр, да. Есть Брно-Мнесто. То же самое будет в Праге. И Брно-Венков. Венков это пригороды города Брно, что тоже очень неплохо. То есть если ребенок будет жить в Брно, да, допустим, если вы живете, то вы можете ребенка отправить учиться. Это примерно максимально 30 километров, 20 с чем-то, я смотрю. Так, на мой взгляд. Где ребенок может учиться в различных учебных заведениях. Потому что транспорт ходит просто отлично, особенно в утренние часы. И вот когда ребенок заканчивает школу, студенты очень многие туда-сюда ездят на поездах. Это очень удобно. Просто до права здесь у нас до права и выбор на, как говорят чехи, отлично все работает. Вот такая у меня для вас информация. Давайте дальше разберемся со всем остальным. Но вот по этому сайту думаю, что я вам сделала такой хороший экскурс. И вам будет гораздо легче. Точно так же сделали мы с сыном. Мы сели у сайта и начали смотреть. Вот смотри, вот в эту школу ты хочешь, в эту школу ты хочешь, в эту не хочешь и так далее. Я выписала себе на листок буквально несколько школ, в которые мы собрались в один день и решили с утра начать рейд по этим школам. Поскольку мы приехали летом, посреди лета, абсолютно без знания чешского языка, мы, ну как родители, да, мы подумали, что все-таки для нашего ребенка будет удобнее частная школа. А теперь внимание. Если у вас в городе средние школы, средние обычные общеобразовательные школы, это большинство. У нас в любой стране бывшего постсоветского пространства, это большинство. А средние профессиональные школы, то бишь ПТУ и даже колледжи, какие-то техникумы, это меньшинство. Там учится меньше детей, чем учится в общей сложности в школах. Здесь абсолютно наоборот. Во всей Европе, наверное, я думаю, ну и в Чехии в частности, 80% всех детей в средних школах, это обучающиеся дети в средних профессиональных школах. Это здесь нормально. Ребенок заканчивает школу, 4 года он там обучается, он получает среднее образование и специальность сразу. И уже после школы он может начинать, наверное, с самого низа, конечно, но он может поступать на работу по специальности. И работать, допустим, ну, если он заканчивал, допустим, кулинарию какую-то, да, то он, конечно, не будет работать шеф-поваром сразу. Поработает помощником повара, потом через несколько лет поваром и так далее. Всё зависит уже от каждого ребёнка, соответственно. Но я говорю не только про рабочие специальности. Здесь могут быть школы, которые менеджмент выпускают, как бы, работников, менеджеров. Или какие-то школы медицинские, то есть медучилища, да, фактически. Педагогические. Мой сын ходит в школу отелого школы, это школа гостиничного бизнеса и туризма. Что, кстати, в Чехии очень распространено, скажу я вам. Ну, в общем, дизайна и так далее, и так далее. Школ разных очень и очень много. Ну, есть вот школы профессиональные, которые готовят рабочие специальности. И там, в некоторых школах, вот этому надо поинтересоваться, если вам это вдруг интересно. Потому что есть дети, которые не подлежат обучению. Не то, что не подлежат, не подвержены или как, не тянут образование. У каждого ребёнка свой потенциал, и не все будут высшее образование получать. И не у всех хватает сил доучиться даже до конца школы. Так вот, рабочей специальности, почему бы и нет. Получить ребёнок может тоже в средней профессиональной школе. При этом, получив матуриту, это как бы матурита дорога к высшему образованию. Без матуриты вы не поступите в университет. А вот ребёнок после двух или трёх лет обучения, он может получить выученный листок. То есть, документ о том, что он прослушал курс, как бы, да. После этого он тоже может работать по специальности. Устроиться куда-то под мастерьем. Допустим, помощником электрика или газовщика и так далее. Это вот такие специальности, как правило. И единственное, что у него нет дороги к высшему образованию. Но если ребёнок и так не тянет то среднее, то зачем ему тогда эта матурита? Это то, что касается вот средних профессиональных школ. Теперь ещё категория учебных заведений — это гимназии. В гимназию поступить сложно. Потому что гимназия — это с расширенным уже изучением всех предметов, где есть определённый уклон на какие-то определённые предметы, где изучают углублённые языки, где сдают потом матуриту на иностранные языки, где обязательно чешский язык и литература и математика в матурите присутствуют. Гимназия — это дорога в университет. То есть, если ваш ребёнок хочет поступить в университет, то, конечно, ему в гимназию для этого поступить будет очень хорошо. В гимназию поступает очень небольшой процент детей, на самом деле, из всего количества детей, поступивших в средние школы. И я думаю, что, наверное, в большинстве случаев иностранцы, которые приехали уже учиться в старшие классы, в гимназию не попадут. Но это не страшно. Это не значит, что дорога в университет для него закрыта. Есть для этого средние профессиональные школы. И вот мой совет, конечно, да, если вы совсем уже взрослые, если ребёнку остался год учёбы у вас на родине, то просто взвесьте все за и против для себя. Подтянет ли ребёнок, стоит ли это и так далее, потому что пока будет волокита с документами. Кстати, ребёнка здесь пока что, если вы уже переехали на документы в процессе, его возьмут в школу и так. Волокита с документами, адаптация ребёнка и так далее, и так далее. То есть, может быть, есть смысл закончить школу там. А потом поступить здесь — это уже отдельная статья. То есть, вы встаёте на распутье, и только вы сами со своим ребёнком можете решить, что для вас будет лучше. То есть, год учёбы оставшийся — это, наверное, не показатель того, что нужно срочно рваться в Чехию. Если вы не рвались до сих пор, если вы терпели, допустим, уже несколько лет и так далее, то год ещё потерпите, наверное, для того, чтобы ребёнок выучился дома. Мои знакомые так и сделали со своим сыном-старшеклассником. Они могли его перевести сюда ещё два года назад, но они оставили его доучиваться в Молдавии. И сейчас его перевезли на курсы подготовительные для поступления в университет. И вот это последняя статья. Если ваш ребёнок уже закончил школу там, на родине, и вы хотите перевезти его в Чехию, учиться дальше, существуют языковые курсы. Это дорого, на мой взгляд. Где-то я слышала информацию про 2,5 тысячи, но информацию слышала о самих курсах за такую цену я ещё не видела, не встречала. В среднем это стоит 96,85, около 100 тысяч, в общем-то, крон в год. Это примерно 4 тысячи евро. И эти курсы за год подготовят вашего ребёнка к поступлению в университет, настрифицируют ему там документы об образовании. В общем-то, эти курсы за такие деньги сопровождают вашего ребёнка целый год здесь, в Чехии. Даже если вы тоже здесь живёте, если вы решите на эти курсы сдать ребёнка, то он может за такие деньги получить просто круговую поддержку от таких организаций. Плюс ко всему, кроме языка, ребёнок подтянет ещё именно те предметы профильные, которые требуются для университета. Потому что такие курсы, как правило, при университетах и даже, возможно, при каких-то факультетах. Стоит выбрать себе университет, факультет и пойти на те курсы, которые есть при этом университете, чтобы подготовиться ещё и попредметно. Потому что перед университетом это будут вступительные экзамены. И если учёба в средней школе, не в средней, а в закладной школе до 9 класса, это игрушки, дети особо не нагружены. Не нужно даже таскать учебники, кстати, домой, хотя некоторые дети таскают. В школе такой расслабон, всё для комфорта ребёнка. То уже после закладной школы, в средней школе, уже начинается учёба. Более-менее такая усиленная подготовка к матурите. И самое трудное это будет учёба в университете. Если до сих пор вы даже учились в чешской школе, то в университете это будет... Там были цветочки. Настоящая работа будет в университете. К сожалению, я знаю достаточно случаев, когда дети, поступив на курсы, на которые родители собрали свои кровные и заплатили за эти курсы, подготовительные курсы чешского языка, приехав в Чехию, отрываясь от родителей, пускаются во все тяжкие. Это гулянки, клубы, общение со сверстниками и так далее, и так далее. Всё, что можно делать, когда вы без родителей. Во всё это многие дети пускаются, некоторые начинают тут работать и отвлекаться от курсов, и не учатся просто. Естественно, о каких курсах потом может идти речь? С курсов языковых даже за деньги исключают, если плохо учатся и не посещают. Во-первых. Во-вторых, в конце курсов есть экзамен по чешскому языку, который вы должны сдать. Ну, ребёнок должен сдать. И если он эти курсы не посещал, во-первых, то этот экзамен он не сдаст. Во-вторых, есть дети, которые, я не знаю почему, учились хорошо, нормально в школе дома, и вдруг приехали в Чехию, учили язык, но почему-то экзамен тоже не сдают. Это риск такой, да? И это всё зависит от вашего ребёнка и от вашей мотивации этому ребёнку, да? Если вы ему будете помогать, настраивать его всё время, что вот деньги заплачены, учись, пожалуйста, дорогой, да? И плюс контролировать каким-то образом процесс, возможно, даже курсом, может быть, ещё понадобился бы какой-то учитель дополнительный. Такого я не слышала, но это так, мои мысли. Если из курсов исключают, либо если он не сдаёт экзамен, то в следующий раз ему просто не продлят визу, и это выпрошенные деньги, соответственно, он просто должен вернуться домой. Если он не найдёт здесь другую причину для пребывания, не устроится, допустим, на работу, где ему откроют визу, ну, или так далее, что-то из этого. В общем, отучившись или отмучившись, наверное, год, ребёнок возвращается домой, и это печалька в большинстве случаев. Есть некоторые дети, даже со средним образованием, уже полученным дома, приезжают в Чехию и поступают снова здесь, как бы с 10 класса, получается, в средние школы с первого курса учиться, и заканчивают здесь средние школы, чтобы получить чешскую корочку, и, соответственно, при этом они очень хорошо адаптируются уже в чешском языке и так далее. И это им помогает тоже поступить в средние, в высшие учебные заведения. Конечно, это самый сложный путь, да, но, по крайней мере, это тоже возможно. Как минимум, он, закончив среднюю школу, уже тоже сможет работать, и, допустим, поступить в университет на заочное, или ещё закончить дополнительно какие-то курсы, почему нет. Ну, что ж, пожалуй, основные мысли я всё-таки выложила. Если кого-то интересует ещё что-то конкретное, вы можете написать мне, но желательно, чтобы вы свои мысли озвучивали здесь, в комментариях, потому что очень часто я пишу одно и то же на разные сообщения, которые получаю в соцсетях. Очень часто пишу одно и то же, очень часто, как бы повторяюсь, да, это, конечно же, всё-таки моё время. Моя практика уже советов таких подсказывает, да, что у мамочек, как правило, действительно одни и те же проблемы. То, что, ну, проблемы одного возраста, вот, образование в старших классах и так далее, вопросы, как правило, повторяются. Поэтому пишите свой вопрос в комментариях под видео, я вам, конечно же, постараюсь развернутым на него ответить, а другие таким макаром увидят тоже ваш вопрос, возможно, их вопрос при этом будет исчерпан, а, как правило, тоже, когда вы отдаёте, вам возвращается в 10 раз. Если вам было полезно это видео, если вам понравилась тема, которую я озвучила, возможно, такие темы будут появляться ещё и в будущем, пишите комментарии, ставьте лайки под видео, не понравилось, ставьте дизлайк, не всё равно, но лайк, конечно, мне будет приятнее, вам плюсик в карму, если вы ещё не подписаны на канал, подпишитесь внизу под видео и нажмите на колокольчик, таким образом вы будете получать оповещение о всех новых видео, вышедших на моём канале, как начнётся лето или весна даже, мы будем много ездить, путешествовать по Чехии, а может и не только, я буду вам рассказывать и показывать, что я делала до сих пор, ну и плюс информация лишняя тоже никогда никому не помешает. Желаю вам всего хорошего, желаю успехов вам и вашим деткам в освоении Чехии, и пусть у вас всё будет только лучше и лучше в дальнейшем. Всем пока, до новых встреч, новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok